Времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И мы продолжаем про еду. У меня здесь гуляш. В прошлом видео про еду вы видели гуляш как суп. А теперь вот это вот гуляш как еда, как вот такая вот приправа жирненькая. Тут много-много-много мяса. Ну, а я напомню, что в обслывающих видео, в аннотациях видео внизу в описании к видео есть линки про другие видео за еду. И, конечно же, все это снимается телефоном под названием Lumia 950 XL в режиме 4К. Так что вы можете посмотреть, как работает, соответственно, видео. Но мы вернемся к еде. Соответственно, что касается еды, это вот традиционная еда австро-венгерская. Венгерская, словацкая, да, гуляш это типично венгерское блюдо. То есть это мясо, сваренное в жидкой подливе. А здесь вы видите традиционную словацкую еду. Кнедлики это такой хлеб, он такой мягенький, без оболочки. Его продают везде в магазинах, в морозилках лежит. Потом вы кладете в микроволновку и, соответственно, раз это самое, разогреваете, и оно готово. Ну и кислый хлеб, как они его еще говорят. Ну и кофола, традиционный напиток. Я пока снимал видео про проходящий здесь в Бори Молы автосалон проголодался. И, соответственно, сейчас мы будем есть. Ну и про это проговорился. Едят это очень просто. Хлебом вымакивают подливку. Берем кнедлик, вымакиваем и, соответственно, съедаем. Прокусываем это все мясом. Опять берем кнедлик. Опять вымакиваем подливку. Она слегка остренькая, очень приятная, много специй. И отлично едим. Здесь в Бори Моле много разных кухонь. Но я как-то предпочитаю больше китайскую еду здесь пожрать. И пожрать вот эту вот чисто словацкую еду. Там дальше есть забегаловка. Хотя есть и сетевые сабвеи, Макдональдс и Норд-Си, где вы можете всегда поесть. Ну и, конечно же, Макдональдс это бесплатная сеть туалетов по всему миру. Так что, если что, не, ну я шучу. Поскольку это большой центр, здесь туалетов хватает. А пока я говорю, как вы видите, я легко расправляюсь с гуляшом. Мясо, мясо очень удачное. Вообще в Словакии с мясом все отлично. Его умеют и могут готовить. И оно стоит очень и очень дешево. Ну, относительно. Вот то, что вы видите у меня на подносе, стоит 4,50. Но могу сказать, что 4,50, как вы поняли, евро. Но могу сказать, что оно того стоит. И оно действительно вкусно. И много. Тут еще детский кутик, где родители могут оставить, сесть по кругу. Они там бегают, прыгают. И в них можно кидать костями. Или ножами с вилками, если это не твои дети. По поводу цены. Сейчас начнут писать, что 4,50 это умножить на 30 гривен, это 150 гривен. Да, 150, примерно 150 гривен. Скажу так. Ну, во-первых, я много раз уже говорил о том, что первая в Братиславе зарплата около 900 гривен в среднем. Ой, не гривен. Евро в среднем. Да, это средняя зарплата считается. Яйца, соответственно, посчитайте. Если я 20 дней по 4,50 вот так буду кушать, я, во-первых, разжирею. Во-вторых, как бы 20 дней по 4,50 это на минуточку правильно всего лишь 90 евро. То есть абсолютно небольшие деньги, то есть одна десятая на прокорм. Плюс стоит не забывать о том, что словакам дают, когда они работают, по 5-евровым купонам, которым можно рассчитывать. Это специальные такие талончики на еду или за еду. То есть это, опять же, им получается, работодатель оплачивает. Почему тут все блюда стоят около 5 евро, чтобы можно было прийти и на этот чек пожрать. То есть, соответственно, если брать продавцов, которые здесь работают, они все с этими чеками потом ходят, становятся в очередь и быстренько пожрали. Это дело. Ну и вот вы видите, как я легко расправляюсь с гуляшом. На самом деле, с кнедниками он очень хорошо идет. Единственное, что я, по-моему, слишком перестарался с мясом. Мясо оказалось вкусное, и я его съел быстрее. Ну, в общем, вы поняли, если вы хотите работать, умеете работать, и у вас есть, так сказать, навыки профессиональные, то в Словакии вы не пропадете и не будете голодать. Даже питаясь по общественным забегаловкам. А я буду прощаться. Еще раз напоминаю, что это были путевые заметки из-за еду, снятые на телефон Lumia 950 XL в режиме 4К. Это еще один способ тестирования. Про Словакию смотрите в всплывающих аннотациях или в описании видео ссылки. Даже о том, как сюда уехать, как получить ВНЖ, тоже есть ссылочка. Так что приезжайте. Ну и, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем счастливо. Пока. С вами был я, Игорь Шаститко. Увидимся.